Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся в Кемере и идем... Вы, наверное, могли подумать в горы, не угадали. Мы с вами идем в ЛС Вайкики. Посмотрим мужской отдел, женский, точнее в обратном порядке. В общем, как всегда, все посмотрим, порассказываем. С вас обязательно ставьте лайки. Если понравилось, не понравилось видео, это без разницы. Лайки никто еще не отменял. Не забудьте подписаться на наш канал. У нас куча всего интересного про жизнь, про отдых в Турции. В общем, конечно же, про шоппинг. А мы с вами углубляемся в наш любимый ЛС Вайкики. Я не вижу радости в твоих глазах. Я думала, это было что-то другое. И снова здравствуйте. Мы в ЛС Вайкики, который находится в Кемере. 130 лир. Можно купить такую рубашечку. Ну, как тепленькая, ну так. Теплая рубашка, назовем это так. Розовые брючки. 130 лир. Максимальный 32 размер. Джинсы. У нас теплая кофта есть. Но вот насчет, скажем так, долгосрочности, я не уверена. 80 лир. Я аналогично покупала на этом, на сайте, на тренд-йоле. И она у меня прям в чуху момент укатилась вся. Так, что у нас тут, кроссовки? Топтышки обыкновенные. Бесценные. Топтышки обыкновенные. Сегодня настроение хорошее. Так, 70 лир. Какая-то резиновая кофточка у нас. У нас осенняя коллекция появилась, собственно, мы сейчас до ней дойдем. Платьица. Почем? Платьица. 150 лир. 150 лир? Ну, такое вот. Я бы носила бы только голубое. Что касается курток. Дутенькие. 230 лир. Ну, осень. Прям такая, причем теплая осень. И вот такая вот шесть. Он Денису понравилось что-то. 370 лир. Это чтоб попа закрывалась. Все как надо, в общем. Все самое важное прикрываем. Так, ну, замк кожи, я думаю, тоже будет интересно. Так, ну, предполагаю, что это уже больше на весну. 250 лир стоит. Такая прикольная кожаная дутая куртка. Цены я не вижу. Вот цена. Но она не кожаная. 289 лир. Да. Под кожу. И на ощупь даже пасла. Так, розовенькое чудо. Кстати, розового чуда много, давайте скажем. 240 лир. Нам, кстати, в Анталию на зиму уже тоже надо порачивать что-то закупаться такое тепленькое. Но я пока присматриваюсь. Ну, нет, я такое до пятого этажа не дойду. Я где-то внизу останусь. Так это первая. Теперь у нас осенняя коллекция. Такая новая платье-лапшичка. Просто 120 лир, максимальный XL. Ну, ничего интересного. Просто вот такой лапшой висит. Если фигура хорошая, то, в принципе, все нормально. Все нормально висит, хотел сказать. Все нормально сидит. Так, платье пойдемте искать. Вот с манекенов, что у нас тут показано. 130 лир, максимальный H2 XL. Кстати, в LC Вайкике максимальный размер находило 5 XL. Но вообще вот чаще всего встречается до 3 XL, до 4 XL. 5 уже редко. Какие-то топики теплые. Неординарные курточки. 80 лир в кофточке. У нас завоз теплого. Можно ли назвать это хьюги? Как в Дании, да, там это называется. Я даже не знаю, что такое хьюги по факту. Ну да, это что-то уютное. 60 лир стоит. То есть, скажем так, это даже, наверное, больше к интерьеру, может быть, относиться. Но это я вам сейчас вру. Это вот как я воспринимаю. Так как в Дании постоянно 90 лир стоит. Холодно. Они там окружают себя классными вещами, там, уютными, теплыми, пледиками, подушками. И вроде как бы это называется хьюги. Но это не точно. 150 лир. Вот такое длинное. Да, кстати, мы такое Дениса в Воронеже потеряли кофту. Но только короткая у него была. Мне она нравилась. Но это не такая красивая, как у тебя была. И Денис заставляет меня показывать за 240 лир. Такая легкая курточка. Ну, как вы пишете там, что в России минус один. Мне кажется, уже там легкие курточки неактуальны. Теплющие такие кофты. Немножко дырявые, но это нюансы. 100 лир. Есть все цвета радуги. Ой, мне прям вот этот осенний. Ну, вот вроде хочется осень. 100 лир стоит. Такие нацепа. Да, но вот так как в Анталии тут осень не наступает, в принципе. Не собирается. Поэтому я даже не знаю. У меня какие-то двойственные ощущения в этом году. Это, кстати, наша первая осень в Анталии. То есть мы с зимы приехали. Обожаю этот цвет. Но сейчас уже даже не знаю. Так, и еще вот такие приличные кофты. По цене сейчас скажу. 80 лир. Здорово, мне кажется. Хорошая цена. За 100 лир такая теплая тоже кофта. Что-то, мне кажется, цены, что ли, опустились? Или почему так дешевые? Это может прошлогодняя коллекция? Не знаю. Но цены прям хорошие на теплые. 90 лир такая кофточка. О, смотрите, как классный пиджачок. Стоит 10 лир. Интересно. Кому интересны кожаные куртки? Кстати, сумка здесь 260 лир. И кожаная куртка. Па-па-па-па-пам. Непонятно, сколько стоит сейчас. 1500 лир стоит. Вот. Кстати, на рынке, мне кажется, подешевле, да? Но вот насчет качества, конечно, ну... Мы не там, не там кожаную куртку не покупали, поэтому не могу сказать. 1600 лир, да? 1600 лир, да? 1600 лир стоит. Кто спрашивал про шапки, про береты? Смотрите, какая интересная. Ну-ка. Идет? Подожди, ты ее нормально одень? А я не знаю, как нормально. Ну, да. 60 лир идет тебе, хорошо. Размерчик не мой, да? Ну, так, в принципе, нормально. Вот, всякие беретики есть. Видимо, в этом году модно береты. Очень много, где я уже часто наблюдаю. Изучаем моду по, как скажем так, по наличию в магазине. Ой, это вообще какое-то странное, конечно, так. Похож просто на это. Был какой-то мультик или фильм, где они там по джунглям бродили. Диана Джонс. Да, наверное, точно. И там вот они в такой одежде были. Так, всеми любимые такие теплые пиджачки, рубашки 140 лир. Смотрите, какой здесь ажиотаж. Куча людей. Мне кажется, людей больше, чем летом было. 230 лир. Пиджак черный. Такие жилеточки. Мне кажется, раньше такие были. В принципе, мода циклична. Удивляться нечем. Деловые жилеточки. Деловая колбаса почему-то мне захотелось сказать. 140 лир. Еще кто-то вытащил жилетку так. И тут вот так на манекене выглядит. Предлагают ходить. Платьица. О, какой классный я пиджак. 230 лир. Так, к нему ничего нету. Подбирать нужно самим. Ребята, тут прям последний вагон уходящего поезда. Тут прям какая-то у нас мега давка. Я даже не знаю, как вам что-то показать. Я так понимаю, тут распродажа. За 80 лир такой свитер. Но что-то он не распродажный. Или он... Последняя модель. Вот, бестселлер. Последняя модель? Понятно. В общем, кто хочет подешевле, можно здесь все изучить, полазить. 110 лир до 44-го. Так, ну мы с вами в распродажу не пойдем, потому что это так на удачу ловить. 70 лир. Шикарная кружева. Не знаю от кого. 30 лир. Кто спрашивал, купальники, они тут есть. Так что не переживайте, кто едет на отдых без купальника, не останетесь. Так, пробираемся сквозь людей. Кроссовки. Я бы сказала, интересные, но у меня до этого другое слово выскочило. Прикольные. 100 лир. Тоже 100 лир. Ну, тут кроссовки, да, они дорогие. Так что... А вот 65 лир. 65 лир. Такие макосины, или как их обозвать? В общем, как-то можно обозвать. 110 лир модной ультракроссовки. Только сейчас, только сегодня. Так что у нас тут еще есть спортивная отделка. Конечно же. Так. Спортик, спортик, спортик. Позанимаемся спортиком. Спортивная кофта. Странно, правда, звучит. 70 лир стоит. Лосинки. В общем, для спорта тоже можно все найти. 80 лир лосины. Мне кажется, недорого, да? Пишите, как думаете, дорого, недорого. Сколько? 80 лир. Мне кажется, недорого. По-моему, я уже самый дешевый где-то там, где-то 150 видела в России. А может, мне тоже кажется. Есть такие же цветастые. За 70 лир. Вот такие вот. Мне кажется, хорошо будут всякие такие неровности кожи скрывать. Джинсовые вещи. Конечно же, ну вот. Цены, скажем, тут дешевые. 80 лир, но особо на многосезонность не стоит, надеются. Вот тоже 80 лир. Ну, зато можно каждый сезон покупать новые. Я не думаю, что кто-то там 5 лет прямо в своих любимых. Хотя разные, да, ситуации бывают. 90 лир. Дошли мы с вами до свитерков. 80 лир. Есть здесь такой зеленый цвет. Серый. В общем, прям к зиме готовы на 100%. Ну, как к зиме, а к осени. Такая меховушка. Не знаю, сколько стоит, но я думаю плюс-минус так же. Денис нашел какую-то куртку. Почем? 500 лир. 500 лир. Ну, мне кажется, это не кожа, но вот мех прям приятный. Ну, выглядит на них это так. Ну, да. Вот еще есть модненькая такая женская. Так что есть еще выбрать. О, смотри, Настя. Ага. Ну, мне кажется, ты такую оденешь где-нибудь в Москве, и уши отмерзнут. Смотрите, увидишь. Ага, чтобы не сдуло. Там сейчас, если что, плюс 10. Это в лучшем случае. Мужской отдел. Мы с вами плавно переместились. Куча плавок. Нифига не дешевеют, зараза. По 70 лир стоят. Как стоили, так и стоили по 70 лир. Ничего нового. Вот написано, от 50, может быть, где-то можно найти. Так, ну, зато, конечно, привезли просто кучу всего теплого. Такие мастерки. Это что? Это штаны. А, это штаны. Смотрите, какая кофта интересная. Давайте глянем. Кофта 80 лир. Орёт меня, перебивает тут. Что-то я сегодня злая какая-то. 100 лир. Что ж, перебивают всякие? Нельзя сказать. Тут ещё кофты такие со смайлом есть. Так что, если кому-то интересно, принты. Тут достаточное количество. Рик и Морти. Снупи. Микки Маус. В спортивном отделе тоже пополнение. 150 лир. Чёрное. Так, тут что-то чёрное-рыжее. По цене непонятненько. Но выглядит классно. Толстовка 120, 120, 120. Не оригинально, но да ладно. Зато удобно. Вон ещё немножко толстовочек. Так, давайте глянем с вами джинсы почём. Я думаю, вам будет интересно. Потому что мне очень интересно, где здесь ценник. 110 лир. Так, и мне вот эта кофта понравилась. А чё она мне понравилась? Кофта? Кофта. 110 лир стоит. Рубашки. 110 лир серьёзные. И вот есть такие всякие гавайские рубашки. Мне кажется, их покупаешь на отдыхе, и потом больше никогда в них не ходишь. Ну, это испокон веков тут висит. Мне кажется, я уже наизусть выучила. 600 лир стоит. Тёплые свитерки. Такс. Почём она стоит? 70 лир. Опс. Цвета есть разные. Что уж тут говорить. Даже есть такой интересный какой-то скандинавский рисунок. И куртка джинсовая за 180 лир. Чтобы вы понимали, выбор джинсов здесь огромный. Выбирать, не перевыбирать. Кроссовочки для мужчин тоже есть. Мне кажется, тоже выбор больше, чем у женщин. 150 лир стоит. Вот 100-150 лир в основном такая цена. Нашли с вами летнюю коллекцию. Мне просто интересно глянуть. 80 лир. Не хотят цену сбавлять. Смотрите, какая рубашечка. Ну, такую рубашку сбавили. 50 лир, конечно. Ребятки, при входе тут такие красивые, мужественные курточки. Так, 90 лир? Нет, это не 90 лир. 90 лир эта футболка там висит. А куртка? Сейчас возьму. Посмотрю. 259 лир. Хорошая прям такая тёплая курточка. Надеюсь, вам видно. Так, что у нас тут ещё? Какая-то кофта. 110 лир. Что, проконсультировал? Бесплатный консультант. Консультировал по поводу покупки. Я уж показала, я уж показала. А всё, надо было раньше думать. Так, штаники. 130 лир. Денис, не хочешь себе такие? Нет. Серые очень. Ну, не хотим. Смотри, какая-то. Сказал человек в белых шортах, которые уже серые. Они белые. Ну, ахмадевые, да? Смотри. 190 лир? Ну, не знаю. Мне не очень. Тебе понравилось, да? Малышкины мне нравятся больше, чем так. Пальто. С 269 лир. С бревиантом. Можно сказать. Серая куртка. Это обычно такая доченькая куртка. Ну, она приятная так выглядит. А стоит она? Скажешь, приятная или неприятная? 200 лир. Ты что, посмотрела, что ли? 329 лир. Дорого стоит. Только что видела куртку за 200. Я отрицаю существование цены в 300. О, я этого уже верила. Я тоже видела и мерила. Мерила. 230 лир. Вот так вот и бывает. Так. И пальтишко. С вами греем. 170 лир. Вот такой в виде пиджака.